здравствуйте господа и да мы начинаем сегодняшний вебинар посвященный саморазвитию с андреем дуйко сегодня у нас 14 апреля 2023 года сегодня трансляция у нас идет одновременно в youtube тик ток и facebook на моем канале страница андрей дуйко и так сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы которые вы задаете вячеслав гунько здрасте андрей андреевич средства отложенные на 10 марафон невероятным образом разошлись при переезде в другую страну но не смогу на нем присутствовать как мне получить такую же эффективность марафона заменив его вашими инфопродуктами как долго выполнять это смотрите выско марафон посвящен деньгам какие у человека есть особенности которые мешают ему быть богатым человеком или которые мешают человеку вообще какие есть пути преодоления бедности и существуют ли они кстати большое спасибо вячеслав гунько конечно же есть люди имеют определенные качества такое более наглые более нарванные более нетерпимые или наоборот более везучие более сильные или более ну непонятно какие везучие там по знакомству и вот у таких людей каким-то образом ли каким-то боком начинает светить фортуна этим людям везет а есть люди умные хорошие добрые теплые справедливые как нам кажется но у таких людей не везет жизни я очень долго думал на эту тему и могу сейчас как человек успешный который прошел и крым и рым дать свои выводы оказывается существует определенное наверное чувство которое создает человек который влияет на то получается у него зарабатывать деньги или не получается это целая программа и они нужно знать ну буквально каждому человеку дело в том что очень часто вы слышите в интернете такие слова как энергия 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 денег энергия любви энергия силы рода и там разные энергии вам предлагают эту энергию прокачать и запустить и там что-то с ней делать что же такое энергия денег как с ней можно коммуницировать существует ли такая энергия дело в том что одно из знаний которое заключается в наверное моей жизни это мой персональный вывод которая сделал очень давно который заключается вот в чем я считаю что да действительно миром управляет не сознание и даже не наш ум и даже не совпадения и даже не первопричины я считаю что миром управляет наши чувства которые мы создаем да действительно чувства которые мы создаем они каким-то образом управляет на те события которые в нашей жизни происходят и причем тут деньги первое когда вы коммуницируете с энергией денег которая заключается в том что вы чувствуете в тот момент когда вы думаете о деньгах думаете о расчетах думаете о том будут у вас деньги или не будет денег будут у вас доходы или не будут как вам продавать как жить как находите там еще что-то делать если вы в этот момент переживаете то денег у вас не будет если вы в момент расчета в момент покупки в момент коммуникации или смотря на чужую дорогой автомобиль или хорошую чужую жизнь произносите себе скоро у меня это будет это уже является целью и второе запомните забывайте тут же момент который связан с тем что вы с этим коммуницируете то есть рассчитались будет еще заплатили вам кажется что потратили замените слова потратить на слово выплатить зарплату или приобретать приобретаю себе новую жизнь можно говорить приобретаю себе жениха или приобретаю себе богатство или приобретаю себе еще что-либо таким образом вы будете перевоспитывать свои чувства давая новый потенциал своей жизни направляя или коммуницируя с энергией денег таким образом чтобы в жизни было хорошо вторая наверное идея она заключается в том что как ни странно деньги текут к тому куда течет любовь именно поэтому очень часто когда рождаются дети и дети начинают безвозмездно любить там папу или маму то появляются деньги не зря же в народе говорят что бог дает детей на детей дает именно поэтому когда начинают возиться с ребенком или ребенок начинает безвозмездно ему все равно в какую сторону направлять свою любовь он просто любит глядя на маму или папу так вот куда течет любовь туда текут и деньги и здесь очень важно чтобы вас любили естественно если вы живете в семье где устраиваете кардибалет и где живете и тиранить и других где все время обиды вы пытаетесь сделать из кого-то обвиненных или обвиняете кого-либо используете ненавидите злитесь и так далее всегда знайте что в этот момент от вас убегают деньги третье существует в человеческом теле существует 7 чакр 3 называется на самом деле их 8 4 из них называется низменные 4 из них возвышенные что это такое с чем это едят смотрите случае если у человека очень много мыслей допустим человек начинает говорить там а потом я сделаю бизнес у меня получится это у меня получится построить у меня получится запустить у меня получится продавать у меня получится еще что то таким образом вы делаете две ошибки первая ошибка вы ставите много целей а их чем больше целей то есть чем больше вы на фантазировали тем сложнее это все исполнять потому что чем сложнее программа которую вы нафантазировали тем сложнее этому миру создавать совпадения и создавать данную программу поэтому если есть цель там я скоро буду богатая как не имеет значения ну такая программа имеет ну больше шансов чем вообще не нужно желать человеку не нужно желать человеку что-то конкретно нужно желать просто быть счастливым дело в том что я думал что я буду счастлив если у меня будет центре трехкомнатная квартира оказалось и я могу быть счастливым если буду жить в доме знаете я доме в селе вообще никогда не мечтал но я могу сказать что сейчас если мне сказать давай в квартиру я уже не поеду таким образом не нужно желать наверно чего-то конкретного желайте счастья скоро буду счастливым богатым и так далее слово скоро в этом случае очень важно ну и вернемся все-таки к этим восьми чакрам ну как говорит кундалини йога у человека есть все-таки 7 чакр вы о них уже знаете это 1 2 3 4 5 6 7 1 чакра отвечает за здоровье человека 2 отвечает за здоровье и доходы 3 отвечает за упорство и целеустремленность 4 зато как человека обожают или любят насколько он любит кого-то 5 отвечает за то насколько человек творческий насколько человек может реализовать свои задачи 6 связано с его разума или умом 7 связано с верой насколько он может верить в хорошее и ставить задачи по тому чтобы программировать свою жизнь они ставить на себе крест и вот есть два нюанса таких один из них заключается в том что если человек живет на первых трех чакрах то он всегда будет несчастным дело в том что именно они заставляют человека страдать чем смотрите бесконечно хочется секса поставьте тире и напишите денег не будет второе бесконечно хочется денег поставьте тире и скажите денег не будет дальше бесконечно хочется работать и трудиться на кого-то поставьте тире и напишите денег не будет и четвертое не хочется вы обижайтесь на родителей или на те события которые были в вашей жизни это первое как бы земляная чакра поставьте тире и скажите денег не будет поэтому именно такие деструктивные элементы о которых я сказал о них нужно знать то есть в случае если у вас есть обиды на родителей если вы ненавидите события в которых вы там жили если вы ненавидите близких ненавидите ту жизнь в которой вы жили там презираете кого-то хотите отомстить поставьте тире и скажите вы не добьетесь высоких материальных жизненных задач что нужно сделать сказать да действительно это со мной было с этого момента больше не будет я каюсь прощаю и пошло все в баню и второе это когда человек очень сильно постоянно замыкается и хочет секса то есть ему хочется секса хочется как он хочет или там он начинает это необходимо контролировать я всегда говорю такие слова если нет возможности где-то с кем-то иметь секс то есть элементы самоудовлетворения именно поэтому если вам первое второе не подходит то либо измените жизнь таким образом чтобы жизнь вам нравилась либо получайте удовольствие от того что имеете но не обвиняйте в этом случае кого-либо в том что у вас нет и не за не зацикливайтесь чрезвычайно на этом третья идея это когда человек говорит мне нужно на кого-то работать я в том что вы не добьетесь не добьетесь состояния радости удовлетворения до того момента пока не начнете хотя бы каким-либо образом работать на себя каждый человек должен стремиться в своей жизни работать на себя потому что как сказал карл маркс книги капитал кто не читал и не советую хотя очень интересная книга сейчас есть чад же 5 можно в нем написать основные тезисы войны основные тезисы капитала и там будет четыре основных тезиса капитала это как делится капитал то есть как он делится буржуазии как планировали его делить в социализме то есть буржуазии богатые эксплуатируют трудовой пролетариат при этом деньги разделяют между собой а в социализме бедных эксплуат не эксплуатировали у них была общая работа они эти деньги сдавали в общую социальную систему которая делила по потребностям и способностям вы наверное помните эти слова и конечно наверное ну объективно так если говорить как бы мы не строили социализм и все равно пришли к капитализму буржуазии некоторых стран и передвинулись обратно феодализм то есть начинают использовать феодальные идеи то есть это давайте захватим земли а все что награбим поделим это тоже один из способов вот поддержки наверно страны путем разграбления более маленьких стран и тогда но как бы не об этом сейчас так вот до того момента пока вы не поймете что в стране в которой вы являетесь людьми которых эксплуатируют и эксплуатация другого человека является чуть ли не единственной возможностей становиться богатым человеком до этого момента вы богатым не будете опять-таки знаете есть некое понятие которое я вкладываю в слово любить знаете здесь очень важно здесь очень важно вообще это понимать дело в том что можно эксплуатировать нещадно опять-таки чуть-чуть не то богатство для каждого человека индивидуально есть такие люди которым достаточно малого а есть такие люди которым сколько не дашь все мало видите в чем отличие поэтому здесь знаете я вижу иногда вот сейчас общаюсь с такими людьми которые мега богатые прямо мега вот буквально на днях общался с очень известными капиталистами проживающими в моей стране и ну очень богатые люди вы их видите по телевизору этих людей я могу сказать об отношениях в семьях это отношение где пошел и сам пошла то есть это отношение ну самые нехорошие с чем это связано потому что презирают друг друга потому что но при этом денег очень много и они не счастливы будут ли они всегда у них эти деньги ну они рождены чтобы быть богатыми но счастья нет я бы такой жизни не хотел какая жизнь мне нравится так которую я сейчас живу но все-таки вернемся к деньгам именно поэтому человеку и нужно ориентироваться на такие моменты еще есть некое время это время которое посвящено юпитеру наши 24 часа они разделены по три часа на влияние определенных планет допустим влияние марса происходит в ночное время а влияние юпитера происходит вечернее время таким той ну ладно не будем вдаваться в это и влияние юпитера происходит приблизительно с 7 часов вечера и до 10 часов вечера вот случае если человек 7 часов вечера и до 10 часов вечера чувствует состояние счастья если он в этот момент обнимается держится за руки или еще что делает то тогда в его жизни будет материальное благополучие нужно запомнить это а что происходит у нас обычно люди заканчивают 7 часов вечера они голодные едут с работы кричать друг на друга приходят домой нервничают дерутся бьются бухают психуют претензии дети и так далее то есть это как раз время семьи так вот если это время семьи это время семьи наполнить состоянием тепла то будет лучше что мешает вот сейчас кстати сегодня пятница это пятница такой страстная пятница это день когда была усечена голова иона притечи он же иоанн богослов до который был канонирован как а его его рукопись можно сказать или его научная можно тоже так сказать идея описание приходящего иисуса христа с знамением которые он написал о том что придет конец света и помните эту историю где там будет а ты что будет в аду происходить и так далее было канонировано и считается одной из частей евангелия и этим православия и именно поэтому и она притечу его почитают в православной церкви ну сложно мне как бы говорить а правда это неправда приходил не приходил но как-то странно что православной церкви было принято за идею слова просто вот такого необычного святого ну так вот обычно в эти дни четверг чистый страстная пятница и суббота ну в субботу уже всех отпускает обычно в четверг пятницу в среду в четверг пятницу вы должны почувствовать самое перед пасхой христианской вы должны почувствовать самое сильное влияние деструктивных темных сил которые влияют на вас подчеркнуть это и запомнить что вот этому нельзя поддаваться совершенно то есть ругайтесь женой или мужем вот не ругайтесь больше потому что это развалит вас вашу судьбу и все остальное если вы в эти дни хотите очень сильно там что-либо там объедаться интимы или еще что-либо то это подчеркивает то что в вашей жизни на вас больше всего влияет и вас разрушает вот обижались на ночь никогда этого не делайте объедались на ночь старайтесь это контролировать бесились вчера орали на детей не делайте этого почему это дни когда считается ангелы отворачивается человека и без и максимально влияют на него кусая его то есть вот сегодня и вчера вы могли увидеть были ли на вас вот такие влияния таких колоссальных деструктивных сил то есть это было там объедание озабоченность ненависть беспокойство кричали бесились и так далее вот ночью там переживали нервничали кричали обвиняли злились вы пишите для себя и скажите вот я споймал эту энергию именно вот это в моей жизни мешает мне быть на сто процентов счастливым человеком да да это некая такая подсказка а завтра уже отпустит не забывайте что в случае если у вас в семье ничего не происходит хорошего это может говорить о том что у вас в семье есть деструктивная энергия которая могла тоже появиться или завестись как от нее избавиться есть очень хороший метод это сжигание помните об этом рассказывал но есть и мантра очень хороший они тоже когда-то говорил он к т в к т роса грасомани саха если такую мантру начитать в пространстве в котором вы живете то близкие начнут тепло друг другу относиться это произойдет практически мгновенно в короткий промежуток времени используйте кстати в случае если ругаетесь и нервничаете методы прогревания слоева которых я когда-то рассказывал как они используются берете себя этого человека мысленно которого любите мысленно в круг или в огненный шар где вы и этот человек находится одновременно в одном месте и глядя ему в лицо обнимаете его а между собой представляете трубочки как можно больше в одну линию соединяющие ваши тела этого человека и между этими трубочками представляете красивый золотой толстый огненный луч который горит ярким светом но он не уходит не в воздух в космос не в землю он начинается от половых органов и заканчивается на уровне вашего лба таким образом сможете изменить ситуацию и дай бог любой вновь появится ваших истерзанных если у кого-то они истерзанные отношениях и душах не знаю было вам это интересно вообще или нет так холодно было слова включил обогрев и натопил спасибо цену мария здравствуйте андрей андреевич мой внук учится за границей там очень сложно найти квартиру для проживания расскажите как эзотерический можно ему помочь благодарю за ответ утром просыпаетесь ставить его так руки и говорите мой любимый внучок ты мои ручки золотые мои ножки мой лобик золотой я тебя так люблю и пусть для тебя откроются все дороги по поиску твоей квартиры пусть дорога откроется в левую сторону прямо и в правую сторону пусть все знакомые тебе советуют квартиры пусть незнакомые советуют квартиры пусть тебе попадаются только нужные квартиры пусть тебе вообще везет во всем в работе в семье и так далее Делайте это каждый день. Это называется выпрашивание или вымаливание. К кому вы обращаетесь? Кому бы человек не обращался? Когда человек обращается к кому-либо в пустоту, он должен знать, он всегда обращается исключительно к Богу. Исключительно. То есть обращаетесь вы не к Богу, обращаетесь вы к кому-либо, ваши чувства, они всё равно будут направлены исключительно к Богу. Почему? Покачину. Рита, простите, пожалуйста. Рита, Рита, за ваш труд спасибо, пожалуйста. Доляна, скажите, пожалуйста, я застряла. На, четвертая. А чего вы после каждого слова ставите точку? Застряла точка. На, точка. Четвертая точка. Ступенья точка. Дальше точка. Нет точка. Получается точка. Мне точка. Нравится точка. Школа точка. В чём точка? Ошибка точка. моя после моя восклицательный знак последняя . время . так и надо читать часто срываюсь на маму и на сына прихожу 60 ю сангаю не проходит что мне делать обращаться к неврологу позибо заранее вся ваша проблема заключается в том что вы считаетесь вы страдаете как ни странно от внутреннего эгоизма вы придумали себе что вы особенно имеете какие-то определенные качества заслуживаете больше внимания заслуживаете больше и себе объясняйте почему это происходит самая простая практика которая изменит вас тотально это слова я никто они никто я не причем они не причем садитесь используйте это как мантру берите четки вот такие произносите я никто они никто я не причем они не причем я никто они никто я не причем они не причем я никто они никто я не никто я не причем они не причем и у вас появятся и энергии возможности и силы и будут получаться практике и так далее так далее я в том что когда вы имеете претензии это выросший эгоизм а когда вы обижаетесь на людей это чрезвычайные обвинения которые у вас есть но вы молчите знаете очень часто я говорю такие слова хотите чтобы жизнь была счастлива если вы мужчина не говорите вслух своих претензий обвинений женщинам которые живут с вами женщина достойна только восхищения говорите слова только восхищения никаких претензий никогда переучивать и жизнь будет прекрасно добрый вечер андрей андреевич высот это говорит человек который сидит в футболке на которой написано дыку ордена ленина дружбы красного знамени спасибо девочкам из львова прислали красивую футболку скажите хотите атакую футболку буду продавать своем интернет-магазине атрибутика дуйко ли сувениры дуйко если будете покупать я их сделаю разных размеров и поставлю их в своем сайте из хотите могу могу а чё нет как это сейчас называется модным словом мерчант до адель вы супер и вы супер делаю снг 2 скажите стоит ли мне ждать мужа стоит мы с ним в разводе есть сын он приезжал на несколько дней исчезает на год говорит что его это устраивает нужно ли мне его бросить и смогу ли я найти свою судьбу если вы перестанете встречаться со своим мужем то вы найдете свою судьбу быстрее чем вот такие ожидания единоразовые вы так вообще разорветесь на части нет так делать не нужно дело в том что как только у вас появится любимый человек то ваш муж тут же появится и начнет разрывать я в том что он латент на вас обожает но к сожалению видимо возможно еще и какие-либо деструктивные силы возможно это наведенные приворот или наведенные какой-нибудь привороту порча какая-то вот мешает ему быть нормальным обычно мужчины вот при привороте становятся хотел матюкнуться но я высокодуховное существо поэтому скажу им умный то есть они становятся вот теми кем я сказал и для того чтобы вот такими не были нужно выполнять практику и у вас если вы проходили на ступенях я когда-то говорил есть хорошая очень есть очень хороший семинар он называется избавление от зла буквально так называется и там я даю вот эти и коды обряды обрядовая магия вот двухдневный трехдневный семена как использовать если вы все-таки хотите чтобы этот мужчина был с вами и помочь ему потому что в случае если у мужчин или у женщины есть приворот то в дальнейшем денег не будет тоже и избавление от приворотов избавление от проклятий является одной из наверное стратегии в том виде когда человек не может зарабатывать деньги ну и каким образом это делается представляете своего любимого человека где обычно находятся привороты привороты обычно находятся либо от горла до рта либо от пупка до попы извините и вот что нужно делать представлять будто вы прямо в рот всовываете ему руку и достаете белого червя похожего на аскариду глиста с головкой или мордочкой какой-нибудь девушки и бросайте в огонь представляя огонь или ставя свечку перед собой но лучше представить лучше ставить свечку и второе представляете будто из попы достаете но из попы уже достаете из попы или из половых органов достаете змею достаете змею и точно также рисуйте вокруг этого человека круг достаете змею отбрасываете от него и так далее вот сколько это нужно делать 108 раз в день ну хотя бы ну хотя бы 20-30 дней возможно к вам и не придет возможно к вам и не придет но зато это освободит его и сделает его более счастливым человеком дело в том что мужчина которому ставят приворот или женщина которую ставят приворот то она не привораживается у нее появляется качество через вот такой приворот который называется блуд как это проявляется мужчина всегда будет думать что его жена плохая некрасивая какая-то там еще никакая если на обоих ставят как бы рассорки то тогда появляется у мужчины он там все время моя жена и не так пахнет не такая некрасивая там волосы не такие глаза не такие рост не такой вес не такой так не все время претензии имеет а и все время у него желание где-то найти еще кого-то и тогда а если это женщина то у женщины появляется другая тема то есть ей нужно все время мужчина и случае если свой мужчина то где-то на стороне она должна доказать всему миру что она красивая всему миру показать что она красивая а красивая может быть только и начинается там губы сделать глаза добавить волосы нарастить и так далее это как бы вот такие двойные привороты это когда на семью наложено можно ли это убирать да можно есть специальные методы я эти методы описал в трех своих семинарах они называются обрядовая магия и порчи из глаза первая вторая часть проходите не так все просто вот так щелчком пальцы здесь не объясню но когда начинаешь работать и помогаешь людям то в действительности это очень эффективно помогает и много раз было такое когда женщина обращается и говорит андрей андреевич муж ушел более старший от меня у нас там пятеро детей и там что делать и так далее я брал деньги и возвращал мужа у мужа обычно со временем открывались глаза он говорит ну надо же что ж такое со мной произошло а дело в том что тот человек который наводит такой приворот или если он делает у него очень рушится судьба и у этого человека появляется либо тяжелейшие заболевания либо у этого человека жуткая появляется проблема в жизни поэтому мой вам совет не умеете делать не делайте и других не просите чтобы делали потому что людей делаем в итоге озабоченными а там все по-другому делается вячеслав от вы эти у дренды чья фотограф но появилась возможность попробовать себя в продаже недвижимости стоит ли мне поменять профессию нет не стоит вы не заработаете на этом денег а только потеряете поэтому стоит не стоит появляется а меня раздражают люди что с этим делать если человека раздражают люди то он должен знать что люди на вас раздражаются тоже значит вы как почему раздражают люди иногда это бывает следующим образом вот я часто наблюдаю вот что человек допустим одевает на себя одежду некрасивую или рваную одевает делает прическу некрасивую татуировки там на лице набивает там ведет себя агрессивно или наоборот там фыркает и с кислым лицом ходит и не понимает что он ментально раздражает других людей в большом количестве так вот никто ему это не показывает то что возможно вокруг него находятся очень хорошие спокойные добрые люди но удары в его ауру происходят и после этого вы это отражаете в себе в тот момент когда вы раздражаетесь на других людей почему на вас раздражаются поэтому посмотрите на свой внешний вид возможно вы человек уксус возможно у вас всегда некрасивое лицо возможно нудное лицо и вот из-за этого вас и появляются такие проблемы с раздражением мир вам и вашей родины скажите будь ласка часто бывают тревожные станы за мэна и мою семью актё по сбутосе и че в мэна буду все доброе запомните если у вас появляется тревожное состояние то вот что делаете подходите к стене упираетесь так чтобы колени и носки были к стене уперты и упираетесь и лбом стену и смотрите засекайте время от можно в угол можно в угол и засекайте время от одной минуты и до пяти минут делайте так один-два или даже три раза в день вот так будете делать тревожное состояние исчезнут серьезно как это работает этому есть объяснение виктор удачи андрей андреевич дайте пожалуйста совет как обрести могучий все сокрушающий нокаутирующий удар что из аторитики можно добавить к физическим тренировкам я к сожалению не владею мощнейшим обре могучим и все к сокрушающим нокаутирующим ударом я даже не могу предположить что можно делать я в том что я заточен совершенно на другие моменты в жизни я заточен на то чтобы помогать созидать поддерживать растить вырывать ломать уничтожать разрезать и так далее убивать я к сожалению на это не ориентирован у меня этого нет в характере именно поэтому к сожалению ничего сказать не могу есть же целые программы и техники а там как эзотерически это делать я думаю что здесь наверно помогут слова брюса ли который все время который когда-то не все время который когда-то во время того когда он давал интервью в америке какому-то в какой-то в каком-то издании то он сказал буквально слова ему сказали кого вы больше всего боитесь и не хотите встретить он говорит я боюсь встретить я не боюсь встретить человека который отрабатывал тысячу приемов за один раз и за один день я боюсь встретить человека который отрабатывал один удар на протяжении 10 лет так вот наверное это может быть для вас философией то есть если человек отрабатывает один удар и делает это очень долго там на макеваре или там с открытой рукой ладонью или там он еще что-то делает как в японии там практикует или он отрабатывает один прием коронный или один удар короны это наверняка он сможет достичь в этом огромного успеха так екатерина подскажите если на моем мужчине арабский приворот и как эффективнее его убрать нет зайка моя зачем мне это говорить вы что собираетесь убирать а вы кто чтобы убирать арабский приворот есть семинар он называется у меня магия в исламе если вы считаете что у него есть арабский приворот то приобретите мой семинар магия ислама и там я даю определенные аяты и ритуалы среди них привороты которые ставят при помощи магии ислама там объемный семинар он два с половиной или даже три часа там во время этого семинара идут еще буковки внизу то есть там не торгует магазин подойди к магазину покрутись против часовой стрелки произнеси семь раз для филя даус рахом ди рахима салям ау алейкум и открывай заходи и будет у тебя всегда хорошая торговля то есть вот целый ряд вот таких нюансов кто мне это дал послушайте меня очень любят люди и у меня очень много есть друзей среди этих друзей есть раввины среди этих людей были есть мулы я очень позитивно отношусь к любой эзотерике я считаю что там где доказательства невозможные и влияние высших сил происходит то это все является эзотерикой поэтому любое направление религии для меня фактически является эзотерик поэтому ольга чан здрасте андрей андреевич приобрела трехдневное целительство спасибо за такую ценную информацию скажите получится у меня лечить может есть чат по цели целительству нет чата по целительству но у вас есть шансы и вы сможете этим пользоваться пожалуйста смело это делаете синя добрый вечер андрей андреевич наступающим праздником пасхи вас и вашу семью спасибо огромное вам что вы есть спасибо и вам я люблю пасху завтра я с детьми в сегодня кстати нельзя готовить пасхи сегодня кстати нельзя пить алкоголь сегодня нельзя интима сегодня нельзя ругаться сегодня нельзя вообще ничего сегодня надо проводить в строжайшей молитве в тепле в теплых состояниях в теплых отношениях не кушать особо быть добрым но и сегодня нельзя красить яички яйца куриные по-другому и красить их нужно завтра если кто не успел и завтра последний день когда можно еще испечь пасху пасху а а сегодня и вчера если бы вы пекли пасху то у вас бы ничего не получилось почему потому что в четверг и пятницу пасху печь нельзя это дни когда иисус христос был мертв и вот в воскресенье он уже воскрес таким образом а в завтра уже знамение его охрана увидела то есть отодвинули камень зашли увидели что иисус христос воскресно в воскресенье уже сказали то есть он объяснил о том что существует три единства или святая троица духа отца святого ну и собственно иисуса христа и вот вот эти все элементы они и как их использовать и как их с ними коммуницировать были сказаны в воскресенье а вот четверг пятница самый наверное страждущий день все святые мечтали умереть в этот день за иисуса христа ну видите повезло только предтечь дмитриенко елена хочу попасть к вам на морской курс получится у меня теперь морские курсы я буду проводить только в украине и буду проводить их только в киевской области больше скорее всего ближайшие годы проводить их где-либо в другой стране я не буду и не хочу поэтому будут у вас возможности приезжайте если вы из россии или там из белоруссии ну поверьте мне после окончания этой войны с учетом того что на территории украины было убито мирных жителей уже ну до 100 тысяч человек какое отношение может быть сейчас украинских людей по отношению к людям которые приедут из раев ну вот подумайте сами если там вы считаете что там это возможно ну я бы наверное но не рекомендовал но почему я не собираюсь уезжать с территории украины не хочу начистость нравится мне здесь нравится лариса андрей андреевич мои родители переродились можно узнать в каких странах я вам готова это сказать лариса если вы скажете зачем мне это нужно вот скажите зачем мне это нужно вам это говорить и я скажу вам зачем это нужно мне зачем это нужно ничего не понимаю зачем вам это нужно какую задачу выставить можно ли переходить на пятую конечно выучусь на массажиста да будете успешными конечно закончила седьмой ступень жизнь стремительно меняется поступило странное предложение присоединиться к одной организации которая не могу написать здесь нет нет не нужно вы будете очень вы очень пострадайте от этого лучше не нужно лучше нет подскажите пожалуйста у мамы перед паской каждый год депрессия слабость страх нашла под ковром лезвия если нехорошие соседи есть нехорошие соседи у нее порча или депрессия у вашей мамы депрессии у нее порчи нет поэтому лезвия это не при чем а вот депрессия у нее есть и и депрессия она связана с бессонницей ну и с развивающимися заболеваниями сосудов головы сосудов мозга со спазмами сахарным диабетом второго типа и так далее это все нужно в комплексе на на это обращать внимание нужно дрожит левая рука какая причина если левая рука дрожит глюкоза падает если правая рука то глюкоза повышается поэтому какие препараты принимать которые снижают глюкозу это препарат гликоцитрохромин можно ли узнать кем из дочка были прошлых жизнях очень нужно узнать если объясните зачем мне нужно это и вам то я скажу я серьезно говорю молдавия войдет ближайшее время в европу нет до выезда за границу большинство делают румынские паспорта но это так долго ну и я причем вы бы не говорили эти слова потому что сейчас время темное феодальное поэтому за такие слова можно и попасть куда-нибудь скажет откуда вы знаете а кто вам об этом говорит и так далее вложили деньги в квартиру но еще не получили уже год ждем в этом месяце получим ли не получите ли к сожалению нет известно ли что-то крови из пупка означает ли это что-то эзотерические после рождения ребенка крови из пупка которая у человека может идти ничего не обозначает но если кровь идет очень сильно это говорит о над саде то есть о том что человек очень сильно что-то приподнял также при некоторых заболеваниях которые развивают асцит или появляет джит появляется жидкость в брюшном пространстве это может быть на фоне сахарного диабета полин нейропатии нефропатии гидронефроза это может быть на фоне асцита ну и это все может приводить тому что выделяется или появляется выделение в виде кровавых таких выделений из пупка эзотерически это не обозначает ничего 3 андреевич почему у ребенка падает зрение если эзотерическое объяснение этом когда ребенку себя жалко то у него падает зрение именно поэтому чем больше ребенок себя жалеет черта характера тем больше зрение падает поэтому психологически для того чтобы помочь ребенку сделать так чтобы зрение не падала это говорить ему что нужно быть смелым никогда не жалей себя и так далее помогать ли это до помогает говорю это правда иногда вот такие психологические разговоры могут помочь ребенку существенно изменить судьбу паша дети шани лепятся и если вот говорит ребенку что никогда не жалей себя будь всегда смелым как там у черепахи тортилы было драться надо так дерись никогда не знай покоя плачь и смеси не обидели ну и что надо забывать надо перескакивать обнялись и забыли ты ни при чем и так далее есть ряд механизмов которые могут помогать и которыми можно помогать и вот зрение тогда восстанавливается а так ребенок промолчит а ему себя жалко он потом говорит о так мне себя жалко почему это не пришло почему мама так сказала я вообще не так и начинается это и зрение касится очень сильно болит голова очень давно спина не могу бросить лишний вес если на мне порчи есть нет нет порчи как жить буду благодарна за ответ найдите семинар называется инсулинорезистентность там я объясняю как питаться и посмотрите его там я рассказываю как питаться можно ли можно бы вообще мои советы если вы хотите похудеть то вам необходимы физические упражнения но они должны быть максимально без отягощений но с большим количеством выполнений то есть самые простые это там поднимание рук вверх то есть стали раз два вот 30 раз 50 раз или сто раз просто руки вверх вниз сели отдохнули вновь стали и так 4 подхода то есть такие же подходы с поставили руки перед собой там и колени поднимаете можно сидя даже то есть любое любые 10 упражнений с высокой амплитудой без всяких отягощений делайте это утром и вечером ну и второй вариант спите дольше покупайте мелатонин принимайте мелатонин там можно вместо мелатонина л-триптофан какой-нибудь или литий одним словом восстанавливайте сон и будете лучше себя чувствовать и худеть от этого тренды чуна странное отношение с дочкой хочу понять тянется ли это из прошлой жизни но я согласен но скажите мне зачем мне это просто объясните мне мне для того чтобы просмотреть нужно потратить энергию объясните зачем мне это но вам-то понятно вы хотите понять а мне зачем ok андрей андреевич добрый вечер скажите будь ласка яке значение мая дар его абрикос эзотеричных спасибо за вопрос в своей книге в аджарное сердце в аджарное небо до или в аджарное сердце вот я в аджере она кстати эта книга выложена бесплатно в youtube и в этой книге я там рассказываю о том как патрул далкар обучал меня кстати есть русский сайт где обсуждался вопрос и смеялись над тем что дуйко сказал что его патрула звали патрул далкар а далкар не может быть потому что это тибетское женское имя так вот история звучит так я сейчас до рассказываю эту историю когда когда патрул далкар должен был родиться то перед ним все дети умерли они пришли к ламе и лама сказал что если вы хотите чтобы у вас должна родиться где он должен родиться мальчик и какие-то там духи они забирают всех мальчиков вы ничего не сделаете но если вы назовете мальчика женским именем то тогда этот мальчик будет в дальнейшем жить ему дали грубо два имени патрул и далкар это женское имя и так и произошло после того когда он родился ему дали имя сначала далкар он там до 10 лет или до 12 лет носил женское имя после чего дали ему второе имя патрул ну вот он верил в это и поэтому говорил что я патрул тире далкар это грубо иван екатерина знаете ну и это дело в том что там совершенно не присутствует в тибете ни в каком виде гомосексуализм в этом месте гомосексуализма нет даже когда китайцы пробовали ввести туда гомосексуализм и популяризировать то на тибете он все равно не прижился к радости почему-то высокогорье делает все для того чтобы гомосексуализма не было и там его нет плюс еще особенность характера местных жителей заключается в том что у них в отличие от европейского мира и даже китайского в котором присутствует разврат блуд и качания когда один мужчина может там иметь одну жену и ходить еще к 25 за деньги и бесплатно и так проживать всю свою жизнь и женщины не против и мужчина в общем-то чувствует себя прекрасно то в отличие от этого в тибете существует другая система у них женщин мало поэтому часто мы можем увидеть что одной женщине может быть 78 мужей это все официально разрешено даже китаем и поэтому у них ну женщины я думаю счастливые и поэтому у них таких вот проблем с тем чтобы мужики гуляли нет почему поверьте мне если у женщины 5 мужей она уже наверное еще кого-то принимать к себе не будет ну из-за этого у них вот такого нет так вот в этой книге в аджарное сердце там я рассказывала что рассказывал уже не помню там рассказывала в аджаре до об абрикосе и в аджарном сердце и рассказывал как патрул говорил такие слова буквально он говорил ты представляешь каждое растение которое создано на земле она создана богом для того чтобы человек мог этим растением вылечиться и говорит самое удивительное растение которое живет на земле это растение абрикос почему потому что в нем находятся все пакин как перевести на русский язык все гуны в аюрведе гуны каждое растение влияет на определенную гуну допустим питом полынь влияет на гуну решительности и печень кроветворное и освобождает желчный пузырь от глистов гонит выгоняет из тела а подсолнух наоборот восполняет селезенку лечит тоже кроветворное там снижает давление и так далее для мозгов хорошо там черника для глаз под шаг глазам соответствует золото синего цвета там для ног хорошо для ног хорошо зеленые плоды и растения у которых есть плоды синего цвета или фиолетового цвета и вот иглы там где иглы влияет на печень там где кора подертая вот такая влияет на эту нервную систему хрящевую ткань там где живица появляется влияет на мозги и помогает создавать там сервисе на реальную жидкость в хрящевой ткани в суставах в матриксе ну и так далее и вот если взять дерево если взять растения растения которые называются этот а груз крыжовник то она дитя женского пола которая восстанавливает все в организме человека то есть взять плоды этого растения корни листву иголки и так далее а янское растение точно такое же является абрикос и до абрикос а растением вечной жизни является корень из шелковицы тута вообще считается что это три растения которые должны по идее излечивать абсолютно любые заболевания это шелковица это растение абрикос и растения и растения крыжовник но их нужно брать из них и делать чай который будет состоять из всех его частей и вот они естественно имеют название то есть шелковица это тот кто управляет миром абрикос это отец семье а крыжовник это мать семьи вот как-то так лучше вернуться домой в украину до или остаться в сша лучше в украину подвернула ногу сместился позвонок врач помогает но эффекта мало что делать искать нового врача искать нужно остеопата или искать нужно массажиста грамотного врач невролог или невропатолог он скорее всего вам не поможет дело в том что врачей не обучают помогать их обучают применять лечебные протоколы в ходе лечебного протокола когда человек приходит ему назначают противовоспалительный не гормональный случай если есть там отек мазь какую-нибудь обычно эта мазь может быть там гидрокортикоидная какая-нибудь с добавлено с в составе глюкокортикоиды там гидрокортизон или танки либо еще ну и там максимально может назначить глюкозамин хондроитин там уже физиологические процессы но может назначить там ударную какую-нибудь терапию там 10 раз ну и все а на самом деле все заболевания такие они связаны вот вывих это связано там с мышечными тканями это растягивание связок это можно делать и прогревание и массаж и банки и так далее кто-то должен заниматься врачу который каждый день принимает человека ему легче выписать там первое второе третье пей носи фиксирующую повязку и досвидос обычно так не лечь поэтому другому врачу будет точно так же как и с этим врачом ищите массажиста остеопата частника какого-то который поможет вам который будет возиться с вами всю жизнь прожила в одессе мне жалко что вы тратите на меня свою энергию но я покупаю вашу продукцию недавно купила на 500 долларов собираюсь еще заказать как это вы в россию покупайте если в россию не продаю у меня есть четкое указание никому из россии ничего не продавать вообще в прошлой жизни вы были мужчины звали проживали вы на территории санкт-петербурга участвовали в военных действиях может быть игорем вас звали дочь ваша была женщиной с вами не было никак связано находилась она территориально но ближе аж к владивостоку что вы что она находились в пределах советского союза дочь ваша как бы завершение ее жизни было более ранее ваша более позднее то есть она погибла или умерла в день было за 60 лет полная такая была вы будучи мужчиной умерли раньше ну и что вам теперь это даст скажите будет ли тибет когда-нибудь освобожден от оккупации китая дело в том что тибетцы не хотят я могу объяснить почему когда тибет был тибетской народных когда тибет был территории тибета и там был ламаизм то там были очень тяжелые законы и нравы был голод холод притеснения могли поймать человека на улице отрубить ему голову но это было беспредельным феодализмом при этом ламы имели очень много власти а люди их специально держали как черни то есть люди не могли свободно получить образование многие из людей до возникновения китайской народной республики в тибете не могли получить никакого образования совершенно могли получить только там один ребенок который становился монахом и к монахам относились то есть вот такая была система после того когда пришел китай ту китай сказал что не надо опиум для народа и дал людям возможности путешествовать не голодать жить хорошо участвовать в коммунах дал возможность выезжать за границу ездить по китаю дал вас и местное население которое выросло она говорит что мы обратно в тот тибет который был ранее тебе там не хотим поэтому когда вы слышите танзина на царе почек допустим или нарбака и норбу рим почи или кого-либо то они обычно говорят все мечтают чтобы она была отдельным государством это ошибка не мечтают не хотят отдельное государство в тибете не хотят почему да у людей всегда будет те кто там успешны не успешны но в большинстве своем люди стали жить не голодают есть медицинская есть медицинское обслуживание в китае ему хорошая бесплатная есть обязательное образование есть обязательно там помощь престарелым если дети там не занимаются то есть целые системы куда отправляют взрослых людей там и врачи ими занимаются и они получают экспертную помощь и так далее есть такие просто области хуже всего в китае это людям исповедующим ислам почему-то китайской народной республики людей которые исповедуют ислам вот сама китайская религия она искренне и не очень хорошо относятся по моему мнению только к исламу поэтому те район или те области где люди проживают и большинстве своем исповедует ислам то к ним относятся не очень хорошо они находятся в таких ну полу закрытых системах и из-за этого их там выпускают со специальными подписями завозят со специальными подписями и они там возможно я там никогда не был ну как бы по рассказам живут не очень хорошо но опять таки я хочу сказать если говорить о самом тибете ну в тибете жизнь изменилась и она изменилась прямо в очень лучшую сторону в очень очень лучшую что вот так хотят ли они да они хотят чтобы было то же самое что сейчас только добавился лама такого не будет скажите пожалуйста мариуполь освободиться от оккупации до скажите большой за ответы прибежья школы витамины что ожидать в апреле переезд или деньги деньги в каком месяце будет переезд малей в мае или апреле скорее всего не в мае не в апреле переезда не будет но может быть в конце мая объединяться когда-нибудь северная и южная корея нет по моему мнению наверное ближайшие при моей жизни этого не произойдет какие цветы в горшочках землю держать в доме алоэ или хризантемы например алоэ хорошо мандарин к деньгам алоэ очень хорошо очень хорошо денежное дерево знаете толстянка только очень хорошо пальмочку фиговую дальше плохо плохо дома держать бамбук плохо дома держать орхидеи алоэ дома очень хорошо алоэ вообще растения бога вы наверное помните о мироболане который приготовил будды и который держал в левой руке так вот составе этой амриты находить находится алоэ то есть если изучать хандхабс или вредуриан бо но особенно если это в хороших переводов не дагмаева не бадмаева верни а там санджея джамсу то там вот одно из основных растений таких ключевых растений которые лечат все заболевания слизи и все заболевания желудка и все заболевания луковицы 12 при пониженном и при повышенной кислотности это алоэ воспаление все то роды чало и это колонхое и и вот считается что алоэ когда начали исследовать алоэ то оказалось что алоэ имеет определенное качество в нем находится витамин b1 и b6 в большом количестве а именно эти витамины они являются ключевыми при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта с праздником заболела болят суставы рук и ног самый простой метод сейчас весной вылечить суставы рук и ног это когда появятся одуванчики желтенькие рвите разжевывайте сырым запивайте водой делайте это 45 раз в день будете делать один месяц год болеть заболеваниями суставов больше не будете одуванчики которые появятся они великолепное средство от камней в почках камней в желчном пузыре заболеваний неврологических всевозможных а вот есть такое такое растение незабудка знаете маленькие синие цветочки если нарезать незабудки сложить банку залить водкой 10 дней настоять после этого пить по чайной ложке то исчезает нервные тики судорожные проявления фокальной дистонии у детей ну и дергание вот эти вот все великолепное средство жду не дождусь когда появится я в этом году соберу есть еще такой вариант допустим если баню любите то можно собрать верхушки от ели сейчас вот такие молодые побеги ели их на полотенечко выложить и лечь прямо в парной но так чтобы не сильно жарко было и так чтобы сверху накрыли и полежать на вот этих колючках с одной стороны с другой но недолго потом пойти отдохнуть и потом сделать так несколько раз так вот или обложить места которые болят именно вот этими еловыми но не шишечками а по ростками вот этими помните у лебедева было который придумал систему лечения онкологии это у него там целые как шум их называл непорядок схемы схемы лечения по лебедеву там пять схем было и вот в одной из схем по лебедеву было прием настойки сделано из молодых побегов хвойных деревьев вот когда сейчас солнце появится весной то многие хвойные деревья из окончания веточки появляются такие новые молоденькие мягкие хвойные побеги вот их отламывают заливают на трамбовую банку заливает их водкой они настаиваются и после этого ими можно натирать их можно по чайной ложке принимать вылечивает от ревматизма великолепное средство ну и последнее наверное от онкология знаю даже способы это как раз вот с этими хвойными побегами опять-таки не панацея если болеете идите к онкологу потому что я потом слышу обвинения и люди обвиняют меня в то что я у людей забираю возможности лечения послушайте я ни при чем мне вообще все равно если кто-то болеет есть врач есть врачи идите к ним они помогают восстанавливают лечат и так далее смогу ли я создать своей семье теплые доверительные отношения работаю над этим 9 лет начните с прохождения моей ступени и тогда все наладится после четвертой ступени жизнь изменится до четвертой ступени и после чем можно вылечить язву желудка маточным молочком марина калашникова пишет вам ученица шестой ступени марина у меня сегодня день рождения мариночка я желаю вам пусть у вас все дороги откроются пусть все мужчины вас влюбляются пусть деньги всегда будут присутствовать пусть счастья радости любой вас ваши ваших ваших детей дочери внучки или там внука пусть это все в жизни вашей будет с теплом и с радостью и с восхищением не теряйте свою доброту вы добрый хороший человек ну что 1905 я бы продолжил но к сожалению сегодняшнее задание которое называется добавить там что-то там как посоветовал сын мой не добавлено я написал что случай если будут добавляться вот эти единички то я проведу на час позже а к сожалению на час позже я не проведу и сейчас буду заканчивать ек филиппину когда наступит мир на всей земле сколько можно воевать за сша смотрите мои друзья когда был советский союз и он распался то после того когда распался советский союз то в украине появились люди которые начали работать сами на себя такое большое количество людей начали работать сами на себя их стало очень много я помню время когда я открывал ювелирные магазины сеть ювелирных магазинов и я не мог найти себе сотрудников какие бы деньги не платил найти кого-то невозможно было дело в том что украина отличается от других стран тем что украинцы нереально предприимчивые люди они хотят работать сами на себя даже сейчас спустя время война сложно найти сотрудников себе действительно сложно найти сотрудников почему предпринимают и они украинцы не хотели обратно в советский союз у нас этого никогда не было никто никуда не хотел если говорит то очень много богатых людей в украине в украине вот мы в селе живем здесь ездят у нас в селе прямо вот в киевской области у нас здесь бентли мазерати если ехать от села к селу то такие дома знаете как в румынии цыганских поселках практически вот я живу в таком селе практически через дом у всех бассейны с рыбами ну и вот я в селе живу мне здесь найти повара сложно найти там в дом работниц сложно и так далее то есть чтобы вы понимали когда мы приезжали в россию я ездил с семинарами в россию я всегда был удивлен потому что у людей ориентированность была на то чтобы устроиться на работу я все время игры почему вы не работаете на себя почему вы не работаете на себя а там вот такая тема была устроиться на работу работать на дядю ни к чему не стремится там получить квартиру там взять кредит такого не было но дело в том что это феодальность она как бы сдвинута и людям захотелось советский союз мощи советского союза и так далее объединить всех украина этого не хотят сейчас когда говорят там мы хотели там помочь украине пришли и убили 100 тысяч человек и хотели вам помочь там чтобы вы не воевали за сша нет украинцы не воюют за сша украинцы воюют за свободу воюют за свое имущество воюют и мстят за то что таком большом количестве убили украинцы и конечно печально знаете многим людям которые живут россии не понять а вот мне понять почему потому что моя мама потеряла будучи в украине в сороковых годах в конце войны потеряла родную сестру которую убили коммунист и сломали семью потому что отца репрессировали ее мать вынуждена была убежать и она с маленьким братом своим осталось меняли фамилию бегали по всей украине и никто не хотел советского союза мне он не нравился в советском союзе голодал учился я я закончил школу восемьдесят девятом году и это было это был жестяк потому что для того чтобы учиться в мединституте нужно было платить и это были сумасшедшие деньги они у кого денег не было я мальчик из крымской области сначала училище потом техникум в харькове потом институт это было за мизерные деньги чтобы вы понимали у меня лет десять было голода я школу зак оканчивал когда-то весил 85 килограмм а когда учился в институте весил 60 почему же жил на чай с хлебом это дал мне советский союз дала мне перестройка дала мне это время голода я не хочу мне туда не хочу не хочу работать на кого-то мне нравится работать на себя мне нравится уезжать за границу мне нравится путешествовать я не хочу воровать я хочу жить в стране в которой есть возможность я хочу открывать предприятие потому что я всегда говорил что предприятие это то что может сделать страну богатой и великой потому что если выкапывать и продавать то тогда нужно потом искать где-то еще место где можно выкапывать и продавать а нужно создавать предприятие нужно создавать заводы нужно обучать детей точным наукам понимаете вот я к этому и пришел сам обучался Детей обучаю и заставляю, все читают, все обучаются, все учатся, сын учит английский, много читает, я его заставляю, и одного, и второго. Детей сейчас, вот каждый день дети по часу читают, 7-6 лет, 5 лет. Вот садим и читайте все. Почему? Что читать? Не важно, читайте вслух. Почему? Будут читать, знаете, как ее зовут, Тамару, не помню ее фамилию, которая с мозгом рассказывает эти все семинары о мозге. Она все время говорит, что чтение является основной ключевой чертой для того, чтобы у человека развивался мозг, и я так считаю. Я тоже читаю, читал и буду читать, все равно, что хотя бы один час в день необходимо читать. Вообще считаю, что у человека есть три качества успешности, и одна проблема, которая мешает ему стать успешным. Проблема неуспешности — это страх. Никогда не перекладывайте что-то на другие плечи, делайте сами. И проблема успеха заключается в том, что успешный человек должен знать три элемента. Если ты не работаешь, ты отдыхаешь. Если ты не работаешь и не отдыхаешь, то ты должен обучаться. И это должно присутствовать в твоей жизни. А у нас люди и не работают, и не отдыхают, и не обучаются. А что они делают? Непонятно что. То есть TikTok в нем не обучаешься, и не работаешь, и не отдыхаешь. Потому что там то эмоции напрягают, то еще что-то, аж усталость появляется. Тогда в чем успех? Или у кого он должен появиться успех? У людей, которые... Женщина пишет, Андрей Андреевич, помогите мне. Написала 100 сообщений в YouTube под разными видео. Андрей Андреевич, как вам не стыдно, там людей разводите, деньги зарабатываете, а у меня нет возможности, мои дети голодают, помогите мне, пожалуйста. То есть у тебя есть время написать 100 сообщений Дуйко под разными видео. Но у тебя нет времени заработать деньги? Где? У соседей спроси, может кому-то в чем-то помочь. Налепи вареников, продай через интернет. Я не знаю, устройся на работу, лестницы подметать, на улице подметать, мыть соседние подъезды, мыть, ухаживать за людьми престарелыми. Главное, чтобы у человека желание было. Корону спилил и полно работы называется. А ей хватает времени на то, чтобы сидеть в YouTube с утра до ночи, писать 100 сообщений за 3 или 4 часа. Но не хватает времени для того, чтобы заработать детям на еду. Странные люди. А черниговская лекция о мозге, точно. Я дело в том, что помню фамилию, у меня хорошая память. Но я не хотел произносить фамилии, потому что это как реклама. А многие обижаются. Допустим, Кашпировский обижался в свое время. О, дедушка, что там. Славик, все, выключаем. Нет, нет. Сожалеть или не сожалеть бессмысленно. Сожалеть. Я вам говорю, вы просто должны это знать. 100 тысяч человек, украинских людей, это и военные, и люди обычные, убиты на территории Украины. Их убили, как угодно можно называть это, освобождая, там что-либо делая, там как хотите это называйте, здесь это не важно. Нужно просто сказать, 100 тысяч человек уже убито. Оно того стоило? Там, за США. В чем тут США? Я за то, чтобы Украина стала Украиной, как было раньше. Почему? Я не хочу, чтобы здесь были другие люди. Я не хочу, чтобы пришли, как у меня на заводе, поломали завод, поразбивали все, поворовали телевизоры, попалили, попростреливали и так далее. Я не хочу. Есть такой вопрос. Есть ли шанс взять квартиру в ипотеку? Не нужно, не берите. Вы не сможете выплатить. Мама болеет, не ходжикинской лимфомой. Правильное ли лечение подходит? Подходит лечение. Есть такой вот метод. Нужно взять живицу от деревьев. И вот эту живицу по маленькому кусочку каждый день есть. Я тоже болел не ходжикинской лимфомой. Мне, к сожалению, удалили там пару органов. Целезенку. Но очень помогало в свое время, когда я начал принимать вот эту живицу. Она действительно помогает. Не живицу, а именно с фруктовых деревьев. Я не знаю, как это называется. Смолу. Вот я ее брал и прямо в день съедал где-то грамм до 10. Здравствуйте. Моей маме предстоит операция по-женски. Все ли хорошо пройдет? Да, все хорошо пройдет. Не бойтесь, все будет хорошо. И выдержит, и вылечится. Все будет хорошо. Прямо сейчас здесь написан мой сайт. Дуйко Гуру. Если у вас есть желание обучаться или если есть желание почитать статьи, переходите на мой сайт. Сейчас как раз проходит акция. Это акция в честь Пасхи или Пасхальной недели. Вы можете приобрести инфопродукты моей компании со скидкой. Еще раз большое спасибо. Я желаю вам всем счастья, любви. Будьте здоровы. До свидания. Слава, выключай.